Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вифания, Кристольный Град, Сакраменто, Калифорния Спасибо, я тоже искренне рад вас видеть и приветствовать, и поздравлять вас И как вы работники средств вещания христианского Я желаю вам большого, святого вдохновения так говорить, так вещать, чтобы люди, слушая, после передачи становились на колени, благодарили Бога за полученную радость, потешение, назидание, ободрение, все, что несет с собой полнота Божьего Слова Вы знаете, вы верно подметили, некогда пастухи возвещали, ангелы возвещали Мы пока вот вещаем, хотелось бы возвещать, вот так громогласно возвещать Обратите внимание, кто вещал, мудрецы не вещали Они пришли, как вроде выполнили свою миссию Пришли, мы видели на звезду на востоке, у нас желание поклониться, ничего вести, и никому, и ничего не передали А вот те, кто сердцем прост и глубок верою, они пришли и рассказали Мы видели, мы слышали, нам ангел сказал Это радостная вещь от простых людей Наверное, не столько надо мудрости, сколько нужно искренности, чтобы возвещать великую Божью тайну Ну и глубокую веру в то, о чем мы говорили Вот мне положилось на сердце, и возвратились пастухи Слава, слава и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было Вот это то, что мы делаем Мы в миниатюре делаем, так можно сказать Они делали это так, знаете, они были очевидцами А мы уверовав, мы приняв эту истину, мы стоим в этой истине, и мы распространяем эту истину Вот как пастухи, возвратились, славя, хваля Бога за все то, что слышали и видели Вот мы следуем этому доброму примеру пастухов И по-другому мы не можем Почему? И все эфиры на это направлены Во всех, без исключения практически, евангельских церквах звучит благая весть Везде, и мы настойчивы по той причине, что мы знаем, о чем мы говорим Вот поэтому И мне так кажется, что эфир, ну это наша христианская путь Весь космос наполнен такой радостной, торжественной, побеждающей вестью о том Что Бог самым необыкновенным образом явил любовь к человеку Опять дал человеку возможность восстановить свои отношения с ним Но я вижу, что у многих народов это празднование Рождества Имеет очень хорошие традиции Церковь имеет хорошие, вдохновенные программы Все поют и радуются Еще за пару недель до Рождества И пару недель после Рождества Все никак, не высказать, не пропеть, не рассказать Не излить свою радость Настолько это бельный праздник Но я смотрю на него, как написано Великое благочестие тайна Бог явился во плоти Это величайшее Божие откровение Как Бог предусмотрел план спасения Мы же говорим Да видят славу мою, которую я имел у тебя прежде, создание мира Да необыкновенная слава Небо Глаз не может видеть И, Павел говорит, знаю о таком человеке Был восхищен в рай Слышал неизреченные слова Которые человеку невозможно передать У нас не хватит нашего воображения Или, как говорят, фантазии Не хватит воображения Не хватит представления Увидеть ту славу, которую имел Божий Сын Все, что мы делаем здесь, мы в миниатюре В миниатюре И вот всю эту славу Божий Сын Послушай, не оставил И не в ясный полдень, а темный Ну, ненастный, я думаю Ну, ночь есть ночь Темной ночью Он пришел в этот мир через жену Родившись в самом В самом неподходящем месте В неприглядном месте Неприглядном Да, да, да Оказывается, что Сердца людей были хуже, чем хлеб В хлеву нашел Да В хлеву нашел, а в сердцах не нашел И в сердцах некоторых Только простых людей Да Да, некоторые И он пришел туда И о нем возвестили Самые-самые простые люди Первые свидетели Получившую с неба весть И она распространилась Великое благочестие тайна Бог явился во плоти Продал себя в духе Показал себя ангелом Проповедан Проповедан в народах Принят верою в мире И тут же и вознесся во славе Великое Божье откровение Благосоверно Господь Давший нам Как пастухам Кому? Как пастухам Не мудрецам Ну, с того времени Ужаке о слям идут И пастухи И смиренные мудрецы Настоящие ученые Всегда христиане Настоящие ученые Всегда христиане Они не могут не видеть В мироздании Мудрость Творца Но, к сожалению, ясли И самоличность рожденного Она привлекает отнюдь Не только с тем, чтобы поклониться Чтобы принять Но, к сожалению, есть категория людей Может быть, даже из числа наших зрителей Так скажем, на постсоветском пространстве Которые не усматривают Не усмотрели Пока еще возможно Молимся о том, чтобы усмотрели Некогда И как можно быстрее просим об этом Усмотрели Что усмотрели в этом Не просто что-то какое-то историческое Или какое-то там Из сказки сказанное Как некоторые говорят Это где-то было, не было То есть Это не фантазия Это реальность Хотелось бы, чтобы присоединялись к нам побольше тех Не по религии Не по букве какой-то Не по традиции Не по семейным устоям Не потому, что Вот батюшка сказал это делать Но являясь в сущности таковыми То есть глубоко верующими В то, что произошло И исповедующими это И жизнью, и устами своими Поэтому вот Наверное и цель каждого из нас Цель и церквей Цель и тех смежных служений Как наше служение Импакт И таких тысячи служений Цель и заключается в том Чтобы все-таки Донести Убедить Все-таки Распространить Так сказать Исполнить предназначение Богом данное нам Для того, чтобы Побольше Приобрести для Господа Побольше Абсолютно На это На это Идут и бессонные ночи И служители И пастырей На это идут Колоссальные средства На это идут Усилия Усердие Постоянство Глубокое посвящение Цена всей жизни Положена на то Многих и многих Тысяч и тысяч христиан Для того, чтобы Проповедовать Иван Или донести это Все ли спасутся Все ли примут К сожалению, нет И нам Нам кажется Ну так Можно чувственно считать Ой, все радуются Все торжествуют И все признают Это же не так Не так Наряду с такой победной Всеохватывающей вестью На планете Земля Сколько есть противлений И она просержится такая параллель Через самый короткий период времени Это величайшая небесная радость Полученная людьми Некоторыми на то время Она уже была омрачена Рыданиями И скорбью Матерей Убитых младенцев Вишлиеме Значит Все служение Иисуса Христа Начиная И его служение Перед Богом Это было служение Для людей Мы знаем, что он начал служение В 30 лет Но перед Богом Он уже пришел Облегчиться В плоть В плоть В земную И греховную плоть После небесной славы Это начало служения И она сопровождалась Трудностями Противостоянием зла Зло от самых высших этого мира От царей Передается всем правителям Войска избивают детей Плач слышен в раме Вопли Вопли Рыдания Пророк Иеремия Говорит Пророк Иеремия Плачет Не может утешиться И сегодня При всей Убедительности И значимости Этого праздника Мир продолжает Отступать И распространять Атеизм Отрицание Господа Мы видим И так он и будет Зло Будет пытаться Взять свое Как и написано Злые люди И обманщики Будут преуспевать Возле Так что Нам хотелось бы Чтобы все рады Позвольте Позвольте забежать наперед И задать вам вопрос Такого характера Вот смотрите Тысяча лет Я забегаю наперед Я не отклоняюсь Вот тысяча лет Дьявол скован на тысячу лет На земле царствует Ну царство нашего Господа Иисуса Христа Вместе с церковью И войн нет И кровопролитие И вражды нет Одна любовь Мир и взаимопонимание Даже животный мир Будет следовать этому Потом На малое время Снова Освобожден И снова увлек за собой Что же это за природа Человеческая Откуда Почему такое живучее Это природа греха Дьявол Будучи противником От самого начала Восстал против славы Божьей Возмечтал о себе Пророк Исаир в 14 главе Говорил в сердце своем Да Взойду на высоты севера Поставлю престол В сонме Богов Буду подобен Всевышнему От самого начала И суть зла Она не меняется И в человеке Она никак не изменится Если его не коснется Преображающая сила благодать И здесь включается вера Наверное Да? Ну определено Только вера Человек веру и принимает Спасение Прощение Иисуса Христа Тогда это может измениться Тренировки всякие Системы всякие Они зло не меняют Но победная сила Божьей любви Проявляющаяся В прощающей благодати Она человека обновляет Он делается Новой тварью Новой природой Диавол так и написано Что будет освобожден И выйдет на широту земли И опять за ним будут заниматься Своим Обольщат народы И казалось бы люди видели Видели славу Божью Видели Пребывая тысячи лет Ну казалось бы все видели Ощущали Переживали Присутствие И вот снова Когда дьявол Так сказать Со всей своей сворой этой Со всей своей бессобской командой Снова освобожден Снова увлекает людей Поэтому действительно Но мы не так познали Христа Мы не так познали Христа Потому что истина в нем Адам Семенович Давайте проведем анализ Уходящего года Были свои радости Наверное немало Были и скорби Были и переживания Да Я хочу Поблагодарить Господа За то Что мы Жители Сакраменто Штата Калифорния Америки И в уходящем году Был благ Бог к нам И нас Благословлял Оберегал Хранил А если встречались На нашем пути Трудности Бог Помогал Их преодолевать И Следуя течению Времени Соглашаясь С тем Мы ничего не можем Вопреки Изменить Течению Времени Мы благодарны Господу Я пользуюсь Возможностью Поздравляю вас Дорогие Телезрители Канала Импакт С этим Радостным И торжественным Праздником Рождества Христова И следуя Этому Убедительному Факту Новая эра Началась С рождения Иисуса Христа Грядет Новый 2017 Год От Господа Да будут Исполнены Ваши Сердечные Желания Намерения Да будут Услышаны Ваши Молитвы Да будут 2017 год Годом Ответу На все ваши Чаяния И ожидания Здоровья Духовной крепости Мудрости И веры Божьего страха И верности В служении Господа Да видят Очи ваши По-прежнему Божьи дела Осязаемые Милостиво Обновляющиеся Каждое утро Прошедший год Был годом Благословенных Церковь делала Своё дело Как и написано Жить тихо Делать своё дело Церковь Делать своё дело Какие вот Из 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 По большому счёту Наверное Оценку Бог даёт По большому счёту Но достижения Всё-таки Окончательного Окончательного Но всё-таки Были достижения Господь прилагал Спасаемых Ну если в частности Взять Вашу церковь Сколько было Крещённых В воде Если есть такая цифра Есть у нас ежегодно В среднем Мы совершаем Крещение Сто двадцать Душ Два раза мы делаем Крещение В начале В конце весны Начало лета В мае месяце Примерно Душ Шестьдесят Семьдесят И осенью Уже Когда ещё Тепло сохраняется Два раза в году Итоги В этом году Мы их крестили Сто Десять Душ Сто десять Душ Слава Богу Да И вообще Церковь делает Своё дело Я говорю О церкви Савянской В Америке В Америке Я думаю Такая же задача И такое же откровение Имеют Церкви И на Украине И в России Пользуясь временем Несут Благую весть Осваивают Пределы Планеты Земля У нас есть цифра Относительно наших Братьев и сестёр Которые На миссионерских Полях Упражняют Ну скажем Скажем Авангардом Передовым отрядом В том Чтобы нести Благую весть Серьёзно Так На полгода На год На два года В дальние страны Есть такая статистика У нас работает библейская школа Уже три выпуска было 67 студентов Из библейской Миссионерской школы Церкви Вифания Они На миссионерских Полях Были И есть Были И есть Это Это Украина Это Африка Это Южная Америка Индия Индия Европа 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 Китай А и другие страны Ну например Там Непал Или Индонезия Ну там Такие На месяц А вот в Африку В Южную Америку Вот Вы даже за Мексику не говорите Потому что там очень часто Мексика Наверное Славянами Самая посещаемая страна Из всех стран И кстати Они знают Мексику Постоянным потоком Едут караваны Миссионерских групп Со всех наших штатов Не только С Калифорнии Риор Или Вашингтона Едут из Центральной Америки Едут с Восточного берега На Мексику На Мексику Благо расстояния небольшие И очевидная картина Нужды Поэтому Был год труда Церковь делала свое дело А совершали служение Кропотливое Каждодневная работа Поддерживали Утешали Ободряли Учили Проповедовали Проводили торжественные Служения Имели Имели Большие конференции Назидательные Молодежные Духовные Молитвенные И продолжали Держать Как говорят Руку На пульсе времени Мы живем В этой стране Да И нас Оно касалось Определенное Переживание Нас касалось Какие Какие вот Чем были вызваны Переживания Вот это я И был мой Как раз вопрос Ну Эмиграция Это особый Том Христианской Историей И Ее сюжет Должен Излагаться Участниками Он продолжает Писаться Комментарии Доверять Услышали За благосостояние Но не давалось Такое Разумение А тут Мы поняли Слушайте Так это же Кажется В который Я вас Переселил И он Переселил Нас Благосостоянным Стал город Сакраменто С множеством Христианских Церквей Говорят А мы в политику Не вмешиваемся Ну мы в политику В грязную Мы не вмешиваемся Но если понимать Что политика Это область отношений То мы вмешиваемся Библия вмешивается Говорит пророку За фараона Будет так За царя Вавилонскую Будет так А Тиру Скажи Будет так Это же область отношений И Господь посвящает Пророка Свои планы А Бог же Держит Всю землю В своей руке Сердце царя В руке У Господа Поэтому проблема Америки Была близко К нам И Наше братство Церкви Христиан Веры Ивановской Америки Сделало обращение Вы говорите Относительно Сейчас Политических То что произошло На политическом Олимпе Да Накануне выбора До 8 ноября Было распространено Обращение Дорогие братья и сестры Жители Соединенных Штатов Америки Божьим Планом Мы оказались Жителям этой земли Ее даже Гражданами Поэтому Ее переживания Должны быть близки К нашему разумению Или к нашему сердцу От церкви Требуется Молитвенное Ходотайство Да и Павел говорит Прежде всего Прошу совершать молитвы Прошения Моления Благодарения За царей И за всех Начальствующих Чтобы проводить Нам же стиху И безбятежную Итак, текст Примерно так звучит От церкви требуется Молитвенное Ходотайство За страну В которой мы живем Мы понимаем Стоит вопрос Или Америка Будет Безвозвратно Отходить от Бога Или она Что должно быть Ей достойно Опять повернется Лицом к Богу Будем Это я Комментирую Давайте будем молиться За то, чтобы Господь Подарил Америке Такого правителя При котором Был бы мир И возможность Дальше Проповедовать Слово Божие Для спасения И результатом И молитв И участие Народа Божия И участие Особенно Евангельских Христиан Не христиан А евангельских Христиан Христиан Участвовало В выборах Очень много И Афроамериканских Христиан Участвовало В выборах Очень много 94% Христиан Афроамериканцев Отдали голос за Хиллари Клинтона. Вы не знали этого? Ну, да. Но евангельские христиане, евангельские христиане, они отдали голос за Дональда Трампа. Значит, таким импульсом, который нас как бы подтолкнул. Мы понимали, был старший пастор церкви в Атланте. Конечно. Джентезен Франкли. Совершенно верно. И, кажется, вы транслировали его проповедь с переводом. Неоднократно, да. И братьев Сакраменто посмотрели. СИПа, Совет Пресвитеров Церкви и Сакраменто, посмотрели убедительно, очень конкретно, реально изобразил картину сегодняшней Америки. И необходимость Церкви занять свою позицию. Ходотайственную позицию. Без всяких интриг. Честно сказать Господу, мы просим у тебя, правителя, который мог бы эту страну обеспечить обстановкой мира. Очевидный факт. Вы знаете, Адам Семенович, что очень бегло новостные блоки, очень бегло либеральные новостные американские блоки, они высветили вопрос, который имел место несколько месяцев до выбора. постарались спрятать и скрыть этот факт, то, что в Белом доме произошел, когда вице-президент сочетал работников Белого дома гомосексуалистов, двоих садомлян. Вы, наверное, слышали об этом. Вот, не слышал. Да. Сочетал лично, получил сертификат для сочетания, сочетал лично работников двоих садомлян Белого дома и сказал, они любят друг друга, я их сочетаю. Где такое, видимо, было? Я в ньюслеттере, ежемесячно наши партнеры получают ньюслеттеры, я отметил этот факт, то, что видно, видно, Господу это так не понравилось, видно, Господу это так не понравилось. Это один из, это один из. Мы просто детализируем, друзья, не с тем, чтобы какую-то тень бросить на кого-то, но с тем, чтобы вот во свете нашей беседы так сказать, ну, выявить вот эти тревожные симптомы, которые привели к тому, к чему привели. То, что чудо произошло, то, что весь мир, говорит, это чудо произошло с Дональдом Трампом. И на сегодняшний момент восемь из его кабинета министров, восемь человек, это он все-таки выбрал христиан. Это евангельских христиан. Ну, вместе с вице-президентом, все это знают, хорошим христианином и Беном Карлсоном, черно-афроамериканцем. То есть, и мы видим, что то, что это был я, яркий ответ от Господа, это даже видно без очков. Это видно без очков. Наверное, это стал очевидный факт. И для христиан, и для недругов тоже, что церковь решительным образом проявила свою последовательность, целеустремленность, исплоченность, и удостоилась очевидного Божьего ответа. Это великая благодарность Господу за... Я думаю, что все христиане, как вы сказали, и, думаю, церкви, другие национальные церкви, они искренне молились, потому что для нас очень важно. Мы понимали, что или, или, или опять Америка безвозвратно уже упадет и не встанет, или Господь явит свою силу и Америка встряхнет с себя эту всю грязь и пыль наслоений отступления и опять приобретет должное лицо. Все знают Америку как христианскую. Ну, Адам Семенович, то, что была исламизация, она не была навязчивая, так как это в Европе, но то, что начался процесс исламизации в Америке, прямо с порога Белого дома в Вашингтоне, это было явно, это было наяву, когда начали активно приглашаться и приниматься с Ближнего Востока так называемые беженцы, для того, чтобы они расселяли. На прошлой неделе я прочитал такую неприятную новость, что ряд зданий церковных столетиями там, где народ Божий собирался американцев, продаются уже мусульманам в Америке, это не в Европе, это уже начался процесс в Америке, и поэтому действительно, действительно, видно, Господь возревновал, возревновал, потому что еще много не спасенных. И этот факт, он тоже имеет тягчайшие последствия, но, наверное, больше всего христиан тревожило то, что такие антиморальные, антигуманные, противоестественные законы или положения приобретали силу закона. Церковь морально, народ, нация морально упала, упала, и, дай Бог, мудрости новому составу, правительству и президенту, вновь вернуть все на свое место, честность, богобоязненность, почитание. Я спрашиваю, не так часто бываю в Мазинах, что там? Все, опять зазвучали. Зазвучали. Христианские мелодии. Зазвучали. Адам Семенович, вот к слову, я вчера на почту, здесь рядом почта у нас, я прихожу на почту, до последних пять лет, последних пять лет, ни вывески, ни приветствия, если и скажут тебе хэппи холлэдэй. Меня вчера три человека встретило у порога работников, и все кричат в один голос Мэри Крисмас. Мэри Крисмас. Я говорю, что с вами произошло? Говорю, Трамп или что? Заулыбались. Улыбались. Заулыбались. Мэри Крисмас кричат. Одно объяснение. И за это, слава Богу, за это, слава Господу, потому что, так сказать, начались добрые тенденции, присущие этому, ну, доброму американскому народу. Оно же так и было, столетиями было. Оно же, оно же, оно чуть-чуть кануло, кануло, так сказать, в забытие последнее, чуть, почти декады где-то, правления, чуть ли не сказал, антихриста. Я его называю самый нечестивый правитель Америки, вот, которого мы будем провожать. Дай Бог, чтобы он был самым последним афроамериканским правителем. Вот, друзья, я не расист и далекий от этого, но, но ярко выраженные про мусульманские вот эти замашки, которые мы наблюдали последние 8 лет, и перечеркнуть то, что все-таки Америка, это страна христианская, это было, так сказать, выражено устами нашего правителя, уходящего, конечно, это болью отозвалось, отозывалось, и, наверное, еще аукнется еще несколько лет. Почему? Потому что то, что Трамп имеет возможность сейчас аннулировать ряд из законоположений, но для того, чтобы это законоположение, аннулированное новым президентом, вступило в силу, возьмет год или два. Это процесс, его сразу мгновенно не решишь. Совершенно верно. Дай Боже, Юрий Михайлович, дай Боже, чтобы нам вспоминать о том всем плохом, как у Евы написано, как о протекшей воде. Но расслабляться нельзя. Надо вдохновиться тем, что, как написано в книге «Песни песней» «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Дай мне услышать голос твой, голос твой сладок и лице твое приятное. Господь хочет слышать голос церкви, а нам есть о чем говорить. Трамп не сделает тысячелетнего царствия в Америке. надо понимать, что он тоже в руке Господней, и его жизнь, и его деятельность, она вся, если Бог бы снял ограду, силы зла неудержимые. поэтому молиться, но понимать, что состоится определенное Господом. Мир идет к своему концу, и зло попытается взять реванш. Нам не хочется об этом говорить, но так мы... мы видим, мы видим даже вот эти происходящие события последних трех недель, уже после выборов, мы увидели, что преисподняя начала шипеть, начало шипеть преисподняя, так сказать, раздаются звуки преисподней, так сказать, еще интересно, что этот процесс противостояния, противостояния, начали задействовать молодежь семнадцати, шестнадцати, восемнадцатилетий. Так, студенческая молодежь. Студенческая, им флаг дали в руки, они бастуют и прочее, прочее. Я смотрю на сотню две этих молодых людей, и я смотрю, и одному говорю, знаешь что, да ты пороху не нюхал, ты же пороху не нюхал, как ты можешь кричать, долой Трамп, это не наш президент. И, так сказать, жизни не видавшая, но вот им вселили мысль в голову, что социализм, социализм, распределение богатств, так сказать, поровну всем, потом бесплатное образование, бесплатное все, все, все бесплатно, а работать надо. Я одному американцу говорю, знаешь что, я по приезде в Америку и таких, как я, десятки, сотни тысяч наших людей. Мы чуть-чуть побыли на Велфере, месяц я побыл, и затем без слова английского языка, одного слова не знал, пошел ночами работать, за 7 долларов в час, пахал, как папа Карло, а он смотрит на меня, зачем? Я говорю, мы так воспитаны, как зачем? Ну, как зачем? То есть, и мы видим вот этот потребительский дух, либеральный дух, он, так сказать, он, 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 так сказать, так, так, и так им бомбардирует, так им молодых людей, молодых, и поэтому, но мы окончим мажором, то есть, минором. Давайте мы, Адам Семенович, мы перейдем а вот предстоящий год, в который мы смотрим, как мы говорим, с надеждой, с уповедением, верой в Господу. Что церковь должна делать? Что служители должны делать? Что семьи должны делать? Вы владеете не только информацией, но, так сказать, имеете возможность наблюдения, духовных наблюдений больше, больше, чем многие зрители. Что общество с вашей стороны должно делать? То есть, к чему мы должны готовиться? Если есть у вас такие внутренние откровения. Я как раз делал намеки на то, что по молитвам церкви мы уже имеем ответ в Америке, продолжаем молиться. Я заметил, мне пришлось быть на Восточном берегу недавно, и я так наблюдал состояние народа, их непереживания, все единодушно отмечаю, что Бог ответил, и все единодушно понимают, нужно продолжать молиться о том, чтобы Божье намерение проявить свою любовь всем для спасения людей, чтобы оно выполнялось. и я сказал, что нужно продолжать молиться, потому что в перспективе зло попытается взять реваж. То есть, кто мы ведет история и откровения Божьи, что восстанет Антихрист, положит начертание, будет заставлять поклоняться. Это кто мы ведем. Значит, Данила написано, будет воевать со святыми и победит их. То я имею ввиду не в эти годы, но, скажем, в будущем. Что церкви? У пророка Наума есть такое слово. Поднимается на тебя губитель. Вторая глава Наума. Вторая глава. Да. Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни. Охраняй твердыни. Стереги дорогу. Укрепи чесла. Собирайся силами. Не надо расслабляться. В это время, да, Бог мир, очевидно, мы видим, что должно быть так, как мы предповали, за что мы и молились. Будет возможность проповеди Евангелия. Надо быть готовым. Не все идут, но все помогают, поддерживают. Передовая линия фронта, она есть обеспеченный тыл, который снабжает фронт всем необходимым. Церковь умолится, благословляет, поощряет. Живем достойно. Можно говорить, но на деле это сложнее. Мы по-прежнему живем в Америке, мы живем в хороших условиях, у нас есть большие возможности, мы устраиваем свою жизнь и часто мы забываем главное в жизни, мы теряемся в определении приоритетов, что первое, что второе. Это опасно для церкви. в странах, где свобода, как написано в псалме, он скажет мир народу своему, мир избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так вот, в свободных странах, Америки, Канады, будем говорить, даже Мексика, даже самая Европа, там свобода, но в каком упадочном состоянии церковь в свободной Матушке Европе, в падении церкви. В этом, Семенович, неужели Господу надо постоянно печевать, неужели наказывать, неужели останавливать, чтобы возвратить вот это вот свободолюбивое? Нам бы не хотелось, Юрий Михайлович, а написано «Подними светель с севера, принеси с юга, повей на сад и польются живые ароматы». Вот так определяются определенные закономерности, что Павел говорит, я умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Я бы очень пожелал нашим братьям, славянам, мигрантам в Америке уметь жить в изобилии. Ну, вы знаете, не все преклонили колени перед Ваалом. Я вот смотрю, я смотрю на старшее поколение, я смотрю на жизнь своих родителей, нос, нос с Библией не поднимается, нос постоянно торчит в слове, постоянно. И днем, и ночью, и в два, и в три, и в пять утра, и в семь, то есть, это, и таких, наверное, не наверное, таких десятки тысяч. Я не сомневаюсь, что есть те братики и сестрички, которые не преклонили колени предвала. Никаким пепси-колой его не пленишь, никаким мерседесом не пленишь, ничем не пленишь, ни хорошим зарплатам, ни ССА им хорошим, ничем не пленишь. То есть, он понимает, как вы говорили, приоритеты. Видите, вот тоже закономерности. Вера обитала в бабке Лаиде и в матерь Евнике, уверен, что она в тебе. Так вот, они и их поколение дети. Но меня тревога вызывает. Еще больше. Я вам скажу откровенно, Адам Семенович, я не знаю, я не с тем, чтобы, так сказать, кого-то очернить или перцу подать, но я обеспокоен состоянием молодых людей. Вот именно. Я обеспокоен. Может, мне говорят, ну ты, потому что года у тебя. Ну хорошо, что года. Года это неплохо, это не минус. Года это наоборот, это плюс, Тебя уже говорит года. Я серьезно обеспокоен. Я же смотрю, не просто, так сказать, владею и ближними, и дальними, я смотрю, что вот эти, если так детализировать и углубиться, больше прилеплено на сердце к каким-то социальным там, вот там, и фейсбуке, и чего только-только-то, и компьютеризация, и все остальное, а где время для молитвы? А дальше хаварью дежурного оно не идет почему-то, и все. Поэтому я и сказал, что Трамп нам не устроит царство на земле. Нужно с этой позиции не уходить, продолжать молиться, и я знаю реально, когда мы оканчиваем собрание, и там молимся за нужды, и люди, кто может выразить словами, чаще выражать записками, 70% содержания записок о детях, плачут, о сыновьях, о дочерях, так что нам надо правильно разобраться, какие блага использовать для себя, и что отдавать для Господа. Поэтому на будущее церковь должна ревновать за верность Господу. За верность Господу. В чем? Апостол Павел оканчивая соусловление, говорит, знаю, что по чествии в моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Не всякому духу верьте. Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учителя. Верность Господу в сохранении неповрежденной истины. Всякие ветры учения, всякие философские измышления, растущие на почве благоприятного условий жизни, роскоши, достатка, больших финансовых возможностей. Лжеучители, лжепастыри, лжепророки в народе. Это задача церкви, когда ученики интересовались признаками последнего времени, Иисус сказал, берегитесь, чтобы кто не пресил вас. Сохранять истину, верность Господу и еще очень важно, очень важно, очень важно заручиться водительством Божьим. Дух Святой написано научит вас всему. Это теряется, вы видите, теряется в народе и теряется в служителях или все-таки есть ли какое-то, можете вы дать оценку? Мы же понимаем как духовное, как пятидесятники, ну или баптисты. Если говорить масштабно, теряется, но всегда есть верные остатки. Есть люди, есть такие верные сосуды Божьи в американских церквях, думаю, есть и в других церквях, есть они и в славянском народе, верные, богобоязненные, умеющие различить голос Божий от иных голосов, достигающие ясности в получении откровения, как написано, дуже ясно говорит, и это определяет правильность движения. Это связано с Рождеством. Рождество это откровение. Оно было откровением для волхвов, звезда на востоке, это нечто необыкновенное. Оно было откровением для пастухов, воинство небесное, и те и другие действовали в силу полученного откровения. И для Марии откровение. Для Марии откровение конкретное. Да, значит, вот мы говорим, Рождество это величайшее Божье откровение, великая тайна Божья. А тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает. Поэтому в церкви важно познавать Божью волю, неизменно держаться Слово, пребывать в молитвах, делать свое дело, выполнить свое предназначение, и, как, скажем, мы много говорили, сравнивали, как Иосиф. Иосиф от и до проявил и гостеприимство, и великодушие, и заботу, и устройство, и венчал все своим прощением. Не бойтесь, не бойтесь, я боюсь Бога, отец умер, не бойтесь, я боюсь Бога. Все выполнил. Мы много выполнили из того, что нам Бог поручил в Америке. Мы щедрая сокровищница для... Как для служителей. Вот для церкви в целом понятно. Служителям. Насколько надо углубляться в поиск откровений Господних, выражаемые в качестве проповедей, возможно. Вот как вы видите, мы выступаем, хотя, как вы говорите, есть учебное заведение, есть где учиться, из чего учиться, есть как учиться, только желание, только желание. То есть упражнять себя в Писании, упражнять в богословии, в правильном, неповрежденном, как вы верно подметили, ума. То есть для служителей. Какое слово у вас есть? Для служителей, ну, у Прока Малахи, мы читаем, написано, уста священника должны хранить ведение. Закона ищут от уст его. Он вестник Господа Савлова. Представляете? От его слова зависит действие церкви. Правильное или нет? Конечно же, с последствиями. Если его слова неверные, это расслабляет народ. Это новые призывы, это призыв к благоденствию, это призыв к овладению сокровищами, это призыв к благосостоянию, это ориентация на успех практический. И на плоти. Да, плотской, да. Или служитель. Не нагнетает такую атмосферу, там, постоянного страха, отсутствия, там, радости, какого-то утешения. Он ободряет, но конкретно цели направляет. Ходить в страхе Господнем. Жить жизнью достойно. Не церковной только жизнью. Пришли мы с видом благочестия. Но в домах мы же не можем скрыть. Мы не можем скрыть. Мы бы хотели скрыть, но мы не можем. Семьи разрушаются. Наркомания врывается в домы. Моральные устои рушатся. Грех через все средства информации, негодные каналы и всякие другие источники разрушает благочестие человека. И мы должны это видеть и должны иметь ведение и предупреждать об этом. Как мы сравниваем что-то, как война. Наша брать, так говорит Павел Кефисианов, наша брать. И никогда, никогда церковь не подпишет перемирие с дьяволом. Значит, война. Война в разных условиях бывает. Перемирие с дьяволом – это падение. Это падение. Никогда мы… А воевать приходится в разных условиях. Есть такие условия. Ну, на поле оно видно, на поле видно. А представьте себе, воевать где-то в лесу позиция. Скрыто, не видно. Вот так служители, которые в данное время несут служение и служители будущего земного в церкви на какие-то, скажем, десятки еще лет – это служители, которые будут совершать служение в очень сложное и трудное время. Павел сказал, ну, вот так он видел. Вот я был так, а у вас будет так. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Поэтому и предлагает Павел – облекитесь во всеоружие Божье. Надо укрепляться в Божьей благодати, быть мужами молитвы и веры. Уметь наставлять и уметь противостоять всякому злу. И даже запрещать. И запрещать. Как относительно глав семейств? Отцы. Много дедушек нас смотрят сегодня. И это разрушается сегодня. Разрушается порядок, установленный Господом в семьях. Почему молитвенный очаг отсутствует во многих семьях? Вечерний, вечерний. А это и есть проблема. Вот ответ на вопрос. Почему такие проблемы? Мы имели такой семинар, совещание. И говорили о важности того, чтобы служитель домашней церкви, муж, глава семьи, нес служение достойно. А это? Ну, конечно, я понимаю сам на своем опыте, что когда семья еще вместе, вот тут должна проявиться его служительская способность. Он пастор домашней церкви. Постоянное пребывание в слове, чтение и совместной молитвы. Один брат сказал интересную статистику. К сожалению, разводы в церквях почти наравне с разводами в мире в процентном отношении. Но в семьях, где мужья и жопы совершают совместную молитву, разводов нет. Вот какая сила Слова, соединяющая сила Слова Божьего. Послал Слово свое и исцелил совершенно. Поэтому очень важно, очень важно не сходить с этой позиции. То, что забота о семье материальная, предавать Господу, чтобы Господь давал разум. Как правильно свои физические силы употребить, на какой работе и в какой мере. Но главная задача, сегодня многие сожалевают. Что в первых десятках лет они не имели правильной ориентации. Пытались семью обеспечить материально, но сошли с некоторых позиций. И дети остались беззащитными, предоставленными самим себе. И сегодня это уже не дети, это уже молодые люди. Без должной подготовки к серьезной христианской жизни. Относительно теперь молодежи. Слово к молодежи. Нелегко для старшего поколения. Один мне говорит, дедушка Юра. Я говорю, я тебе дам, дедушка. Я говорю, ты мне уже дедушку сделал в 50 с хвостиком. Вот, ну я к чему? Что нелегко вот молодым давать наставления для 20-летних. Языковой барьер присутствует. Даже некий. 17, 20, 25-летний. Каково слово у вас есть к таким людям? Да, я думаю, что церковь в эмиграции при всем своем преимущественном положении в отношении материальных возможностей и, скажем, других, она имеет свои специфические проблемы, а проблема это в языке. Я думаю, что молодежь пытается все свои неувязки объяснить языковым барьерам. Вот мы не понимаем. На это надо обратить внимание. На это нельзя от него отмахнуться. Такой проблемы не существует. Нет, она существует. И конкретная. Нету такого рецепта, я бы сказал, но есть разумные методы решения этой проблемы. Это обеспечивать переводом. Это не небесный язык, там, английский. Ну да, ну тут родились. Но упущение родителей в том, что они этому процессу не придали вовремя внимания. Да, конечно, они тут живут, все нормально, уходят в американский школу, все правильно. Но язык общения домашний. Почему он стал на энном месте? Почему, скажем, в царской России дети в обеспеченных семьях, они говорили? На русском, естественно. На французском. На французском говорили. Немецкий знали, латын знали, греческий знали. Что за вундеркинды были? И разводов не было. И сохранялась преемственность поколений. Но тут эта проблема есть. На нее нужно не отмахиваться, не запрещать, не игнорировать, а решать. Адам Семенович, мне показывает, что время наше истекает. Я усилю вашу мысль. Да. Но если есть к тому, что вы сказали, духовный стержень в семье, библейский стержень, который держит, тогда, наверное, не будет такого барьера языкового. И это чадо, или если крошка сын пришел к отцу, так это чадо, оно будет знать веру своих родителей, своих дедушек, бабушек. Это как порт. Судно уходит, всем обеспеченное. Совершенно верно. Дети в семье уходят в жизнь, всем обеспеченные. Правильно, Юрий Михайлович? Абсолютно правильно. Вот сейчас, я думаю, многие прозрели и уже изменилась ориентация, больше внимания. Молодежь, если смотреть на них с библейской перспективы, это та составная часть церкви, которая будет удостоена великой благодати. Из-за духа моего, и мы верим, и есть такая молодежь, очень, я же сказал вначале, когда мы говорили, миссионеры, молодые люди, ну, даже мои, вот, скажем, моя внук и внучка, поехали в Африку. Внук был в Африке, Аллен, Павла сын, был в Африке 11 месяцев. Ох, возвратился другим. Да, а внучка Яна, полтора года, с нашей Леной. И вот что они говорят, они же с обеспеченных семей, все дома на высшем уровне. А там, говорит, Аллен, мы встаем утром, проводим детей-сирот в школу, сами начинаем стирать мокрые постели, убирать, стирать, убирать, и заниматься там огородами, и их ожидать со школы, делать с ними уроки, учить, укладывать, спать. Никогда, никогда он дома, может быть, и не подходил, чтобы посуду мыть, а там этим заниматься. Кажется, что тут духовного, но это так преображает разум. При сравнении выдается анализ, вот как нас Бог благословил, и как нужно служить тем, у кого такого благословения нет. И тут действительно проявляется настоящее христианство. Это без любви делать невозможно. И с любовью делали. И сегодня это нормальные молодые люди определились уже семьями, живут серьезной христианской жизнью. Мы верим, что молодежь, она будет слышать голос Божий. Но это большая забота церкви, большая забота церкви. И в ответственности, во-первых, семья, а потом церковь. Ну, на такой-то торжественной, важной ноте мы и окончим этот эфир. Спасибо, Адам Семенович. Господь да благословит вас лично. И семью, также и народ Господень, где Бог поставил вас. Юрий Михайлович, я очень благодарен за приглашение, мое тоже пожелание. Пожалуйста. Вы башня. Телеканал «Импакт» – старжевая башня. Ну, так сказать, не «Сторожевая башня», там в Египте, да, башня «Сторожевая башня». Сигналы идут с башни. Там стражи, все. Господь да будет над вами вдохновлять, как мы говорили, и молодежь, и Божье обетование, и злияние Духа Святого, и служители стоят на страже, и церковь делает свое дело. И вы одно из подразделений Церкви Иисуса Христа в виде стены, кругов, ворота, а вы башня. Господь да вдохновит вас, и чтобы не снижалось качество христианских ТВ-программ, надо стоять на страже. Господь да умудрит лично вас, Юрий Михайлович, и всех ваших сотрудников, и, как бы сказать, Божья благодать вашему труду. Принимаю, принимаю. Итак, спасибо еще раз, друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Еще раз Божьих вам обильных благословений во всех сферах и областях вашей жизни, пусть не убывает, но увеличивается, прибавляется, умножается, увеличивается. Во имя Господа Иисуса Христа будьте благословены, оставайтесь на «Импакте». Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok